Легион здесь, мои дорогие друзья, всем привет, и сегодня у нас с вами Dead Cells. Ох, как я давно не записывал Dead Cells, это прям... Ох... Я очень давно хотел наконец-то его записать, но... Всё печка да печка, и времени особо-то и не было. Но, несмотря на это, я его всё-таки играл, практиковался. Ну, правда, я играл не на геймпаде, а на обычном сенсорном управлении, прям, которое я теперь презираю максимально. Потому что кому, конечно, как, но... Для меня это прям нереально неудобно. Ну, вот так вот скажем. Ну, в общем-то, сегодня мы с вами победим Хранительницу Времени, на которой мы с вами остановились в прошлом ролике. И, забегая вперёд, скажу, что мы даже дойдём и до Десницы Короля. Кто, если не знает, кто это такой, то это финальный босс. Да. Ну, конечно же, опять-таки, вперёд, сбегая, я его победить не смогу. Потому что мне там чуть-чуть прям не хватит. Ну, это, конечно, всё потом, вы сами увидите. И даже потом я расскажу конкретную свою причину, да. Конкретную причину, почему это произошло. Но это всё будет потом, а пока мы начинаем. Первую локацию я вам покажу полностью. Но могу вам сразу сказать, как вы, в принципе, это и сами видите, она не особо у меня задалась. Потому что мне выпал щелкунчик. Это прям убогое оружие. И вот даже, видите, мне вот пришлось даже использовать зелье, чтобы не умереть здесь. Но, несмотря на это, я буду с ним играть до прихода в магазин на этой первой же локации. И там уже куплю себе нормальное оружие, которое мне более-менее послужит верой и правдой. Конечно, которое по итогу мы опять-таки заменим на другое оружие, которое уже будет у нас до конца игры. То есть, до самого Десницы. Но это будет только как на второй или третьей локации. А пока, собственно, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, по времени я не уложился и зайти в дверь за две минуты я не смог. Было, на самом деле, очень неприятно, потому что я мог бы получить душ, мог бы что-нибудь прокачать. Но, в результате у меня ничего не вышло. Я опоздал прям на немного. Самую малость. Но, что ж теперь по делу. Приходится идти дальше. С кровавым мечом. Вроде как дальше все будет у меня отлично. По крайней мере, я точно сейчас не могу вам пожаловаться на то, что были у меня какие-то проблемы. Вот на щелкунчик я могу вот пожаловаться. Да, потому что с ним было серьезно неприятно играть, потому что он медленный. Меня могли просто сбить те же самые бомжи. А вот с ним нет. Уже с ним нормально все было. Собственно, на второй локации я уже куплю себе, ну и получу, новое оружие. Это как раз таки разряд молнии, который вы скоро увидите. И с ним я буду идти уже до конца игры. Потому что, как мне кажется, это прям отличное оружие, чтобы комбинировать его со щитом и вообще со всем снаряжением, которое завязано на выживаемости. Потому что урон от разряда зависит также и от прокачки выживаемости. Поэтому я буду всю игру дальше играть только с ним. Щиты, конечно, будут меняться. Ну, конечно, не всю игру, но будут меняться, да. Ну, а именно оружие станет одним и тем же. На второй и третьей локации ничего примечательного нету, поэтому я вам покажу только мои спуски под землю на второй локации. И спуски вниз башен, именно на третьей локации. А вот уже босс-файт с привратником я вам покажу полностью. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаATorzok ДимаTorzok ДимаTorzok В заброшенный склеп я проходил полностью, зачищая каждую комнату и каждый этап. Я это делал лишь потому, что я проходил эту локацию лишь один раз за все это время. Когда я здесь был в первый раз, то, как бы вам сказать, я больше сюда возвращаться не хотел. Но потом я такой решил, а почему бы мне ее все-таки не пройти? И прошел. В первый раз это было достаточно интересно, во второй раз не так уж. Я, конечно, вам покажу ее полностью, так как я еще вам ее не показывал. Ну, конечно же, кто хотел, тот ее уже видел давно. Но все же я, опять-таки, повторюсь, вам ее покажу. Конечно, в ускоренном виде, а не в нормальном, но все же покажу, правильно? Из интересного могу лишь упомянуть тот факт, что я очень сильно тупил, пытаясь достать золотой щит. Я потерял очень много здоровья, потерял все мои хилки, но, несмотря на это, ситуация с хп у меня наладилась. Но это просто было максимально глупо потерять все здоровье, которое можно было потерять на этом гребаном щите. На самом деле, я даже думал, что я просто умру там, и мне придется делать новую попытку забега и новую попытку записи. Но хорошо, что все обошлось. Ну, и также я могу еще подтвердить то, что я неудачник, потому что в конце этой локации, когда надо было уже идти к хранительнице времени, мне предложили спуститься вниз к двум элитным боссам, точнее, мини-боссам. И, собственно, я, конечно, спустился, их убил. И... Как бы это сказать? В награду за них я получил целое ничего. Я получил гребаные деньги. Спасибо. Очень мне нужны были эти деньги, учитывая, что у меня уже было где-то 30 тысяч. Это прям мне уже с головой было. Но при этом я получил эти гребаные деньги. Отлично. Ну, ладно уж, что. Убил я их и убил. С кем не бывает... С кем не бывает, да. Ну, убил и убил, ладно. Собственно, переходим к часовой башне. Точнее, мы перейдем туда тогда, когда вы уже досмотрите до того момента. Хотя, стоп. Не часовая башня, а часовая комната. Извиняюсь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да, в принципе, я очень сомневаюсь, что я бы смог пройти через хранительницу. Но хотя, я уже проходил через магию, но через хранительницу. Но это уже другая история для отдельного ролика. Если это, конечно, ещё когда-нибудь да будет. Просто я не уверен насчёт того, что ролики по Dead Cells ещё вас интересуют. Но этот ролик, собственно, всю ситуацию и прояснит. Если активность на ролике будет хорошая, то, соответственно, будут ещё и ещё и ещё, пока вам это интересно. А если нет, то нет. Ой, ладно, что-то откликлись. Так вот, деснится. Я понимаю уже более-менее, как его атаки работают. И я понимаю, что от них можно уклоняться. Но, опять-таки, чисто из-за того, что у меня не было нормального щита... Ой, уклоняться, парировать. Вот. Из-за того, что у меня не было нормального щита, именно штурмового, с которым я привык играть, я, вероятнее всего, и проиграл. Потому что, если бы я парировал его атаки, то я бы определённо смог его добить. И убил бы десницу уже в этом ролике. Вот вам бы уже показал финал, кто его вдруг не видел. Ну, я думаю, кто хотел, опять-таки, уже увидел. Может, даже сам прошёл. Но, именно для тех, кто не играет и не видел, то был бы вот финал Dead Cells. Как он вообще из себя выглядит. Но, судьба решила иначе. Поэтому, если этот ролик бы зайдёт, то мы уже будем пытаться дойти до десницы. Ну, ладно. Вы смотрите, а мы потом там, в конце ролика, с вами вновь увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...